СПИД – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Ежегодно отмечаемый Международный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий против вируса, распространяющегося по всем регионам мира. С ВИЧ живет рекордное число людей, и многие из них не знают о своем статусе. ВИЧ – это вирус, поражающий иммунную систему и разные клетки организма, поэтому до 20 лет может это заболевание протекать бессимптомно. Когда уже присоединяются другие заболевания на фоне снижения иммунитета, мы их называем оппортунистические, иногда вы можете услышать понятие дружественные заболевания, то тогда может происходить такое, что на этом фоне у человека уже идет проявление других заболеваний. Вот это состояние, когда ВИЧ-инфекция и другие различные заболевания, это уже СПИД, то есть состояние приобретенного иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекции может заразиться любой человек, независимо от того, какого он возраста, образования, не от того, сколько ему лет. В последние годы у нас идет тенденция к тому, что чаще всего, если большинство у нас составляют, это молодые люди трудоспособного возраста от 25 до 49 лет, но в течение нескольких лет отмечается тенденция к тому, что у нас впервые выявлены люди предпенсионного и пенсионного возраста. В Красном Луче на протяжении многих лет существует и работает кабинет доверия, городской поликлиники номер один. Здесь каждый может прийти и определить свой статус на ВИЧ-инфекцию. На сегодняшний момент у нас в городе сейчас опять есть быстрые тесты на ВИЧ-инфекцию. Любой обратившийся в кабинет в течение 15 минут может узнать свой ВИЧ-статус. То есть, если же вдруг мы видим в результатах какой-то сомнительный результат или положительный результат, эти люди обязательно дообследуются. То есть, с одного результата быстрого теста 100% никто не скажет, что он ВИЧ-позитивный. То есть, у этих людей дополнительно берется порция крови, которая отправляется в Луганский республиканский центр профилактики борьбы с ПИДа и дообследуется. То есть, ставятся специальные дополнительные методы обследования. И только при получении 3-4-кратного дообследования этой крови, только тогда мы получаем результат уже. Или есть, или нет. Знание о своем статусе несет множество преимуществ. Это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ. Люди, оказывающиеся ВИЧ-позитивными, немедленно получают доступ к антиретровирусной терапии. Пациенты обеспечены антиретровирусной терапией 100%. То есть, не каждый пациент сможет сам за свой счет купить препараты, которые ему нужны. Государство обеспечивает этих пациентов абсолютно бесплатно. Самое главное, чтобы пациенты принимали эту терапию, чтобы они принимали ее постоянно, без пропуска на 5-10 минут, прожизненно от момента назначения. Когда о СПИДе только начинали узнавать, это было очень загадочное заболевание. Люди верили, что ВИЧ и СПИД могут передаваться при укусе комара, при использовании одного стакана с ВИЧ-инфицированным. При нахождении в одной комнате с кашляющим больным. При поцелуях или объятиях с ВИЧ-положительным. Сейчас эти мифы развеяны. Врачи знают, при каких обстоятельствах передается ВИЧ-инфекция. ВИЧ не передается просто через укусы насекомых, через укусы комаров. Не передается через рукопожатие и обнимание. Не передается при пользовании общими предметами индивидуального обихода. То есть нельзя заразиться в бассейне, нельзя заразиться просто в транспорте. Этого не происходит. То есть существуют определенные рекомендации, когда мы говорим, что есть риск поведения. Это незащищенные половые контакты. Это использование из уже открытых, загрязненных индивидуальных средств. То есть шприцы. Это может быть средство для маникюра или педикюра. Это может быть парикмахерская, острые бритвы. Вот эти варианты, если они не прошли достаточную специальную термическую или же химическую обработку, они могут являться источниками инфекции. Миллионы людей во всем мире заражаются ВИЧ-инфекцией. В «Красном луче» также есть люди ВИЧ-позитивные. На сегодняшний момент у нас по городу, просто так вот, если уже говорить по статистике, это идет 159 человек. Из них это 10 деток, которые в стадии подтверждения. И если говорить о той статистике, которая еще существует, ну, начиная 12 лет назад с этого же кабинета, у нас на учете было их 35 человек. И 2 человека было со СПИДом. То на сегодняшний момент у нас пациентов, которые со СПИДом, которые живут, которые получают лечение, это 41 человек. Врачи утверждают, в случае получения положительного статуса, если у вас есть доступ к антиретровирусной терапии и медицинскому обслуживанию, нет никаких причин, по которым бы вы не смогли бы прожить долгую жизнь, даже с ВИЧ-инфекцией.